Как известно, в Татарстане в 2010-х годах реализован масштабный проект по восстановлению древних памятников мусульманской и православной цивилизации. 17 мая в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась панельная дискуссия роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов. Мероприятие проводилось в рамках 14-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань. Форум-2023». Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как раз и заключается в устойчивом развитии регионов каждой страны. Регионов Российской Федерации, городов и районов Татарстана, где проживает более 4 миллионов человек, граждан нашей республики, граждан Российской Федерации. И эту задачу мы выполняем в том числе и в рамках договоренностей, решаемых на этом уровне. В панельной дискуссии приняли участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, председатель Комитета по делам ЮНЕСКО при Кабинете Министерств Республики Татарстан Шамиль Гафаров, а также ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, который подчеркнул важность проведения панельной дискуссии в стенах Казанского университета. Сегодняшнее достижение Татарстана показывает, что мы накопили огромный опыт успешной подготовки кадров для отраслей по сохранению и управлению культурным наследием, музейного дела, культурологии, туризма. В Казанском федеральном университете является ведущим федеральным вузом по подготовке кадров в данных сферах. Во время дискуссии участники обсудили роль ЮНЕСКО в развитии регионов России и зарубежных стран, поднимали вопросы международного сотрудничества в сфере культуры. Также не обошлось без обмена опытом в подготовке специалистов в сфере управления культурным наследием. Для сегодняшнего мероприятия тема роль всемирного наследия ЮНЕСКО в устойчивом социально-экономическом развитии регионов как никогда актуальна. Республика Татарстан, являющаяся одним из лидеров по числу объектов всемирного наследия в России, обладает уникальным опытом по развитию туризма и привлечению дополнительных инвестиций с целью сбережения культурно-исторического наследия. Отметим, что в список особо охраняемых объектов включены Казанский Кремль, Болгар и Свияжск. Также к этому списку в скором времени может добавиться Казанский федеральный университет. Сейчас ведется плодотворная работа на номинацию астрономических обсерваторий Казанского университета. Аделина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс.